Завершился окружной этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». Он проходил со 2 по 5 апреля на базе Магнитогорского политехнического колледжа. Студенты-работники промышленных предприятий из четырех регионов Уральского федерального округа соревновались за право носить звание «Лучший мехатроник». Как проявили себя магнитогорцы, узнаем из сюжета Андрея Рыжкова. Кто-то увлекается рыбалкой, кто-то вышивает крестиком, а хобби Максима Оксенова – мехатроника. Занимается он ей в свободное от учебы время и очень серьезно. Студент Пагнитогорского политехнического колледжа, обучающийся по специальности автоматизация технологических процессов и производств, в октябре 2017 года защищал честь страны в составе национальной сборной на чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Competition в столице Объединенных Арабских Эмиратов. И еще на открытии конкурса «Славим человека труда» Максим уверенно заявил. Я, конечно же, претендую на первое место. Электрик цеха электросетей и подстанций по ОММК Александр Корнаухов также мехатроник международного уровня. Будучи студентом политехнического колледжа в 2015 году, он принимал участие в чемпионате мира по профессиональному мастерству в Бразилии. Вместе с напарником Константином Кременцовым Александр завоевал для национальной сборной России одну из шести медалей за высшее мастерство. И к вызовам этого конкурса он, конечно же, был готов. Задание интересное очень. Составлял явно специалист. Ну, посмотрим. Я думаю, что я готов. Одно из заданий конкурса – проектирование пневматических и гидравлических схем под управлением промышленного контроллера. Звучит как музыка, но только для профессионалов. Для них мехатронная станция и нотный стан инструмент. Нажимаем кнопку «Старт», выдвигается первый цилиндр, нарастает давление и выдвигает второй цилиндр. После этого задержка, выдвигается первый цилиндр, еще задержка и выдвигается второй цилиндр. И так три раза, потому что мы задали три цикла работы. Все это далеко не игрушки. Представитель компании-поставщика оборудования для подготовки инженеров-мехатроников утверждает, здесь представлена реальная модель производственной линии. Это пневматика, гидравлика, электропривод. Обратные связи от того, где находится тот или иной участок в работе, дают датчики. Мозгом всей этой системы является промышленный контроллер. 13 работников промышленных предприятий и 11 студентов из Кургана, Тюмени, Челябинска и Магнитогорска в течение двух рабочих смен выясняли, кто станет лучшим мехатроником Уральского федерального округа. Церемония награждения победителей состоялась в театре оперы и балета. Сегодня вам доверена работа не только на современном оборудовании, но и доверена задача, большая роль в решении на даче по повышению престижа рабочих профессий. От имени Магнитогорского металлургического комбината разрешите поздравить всех участников с завершением конкурса, а призеров с заслуженной победой. И вот результаты магнитогорцев. Первое место в категории профессиональные инженеры занял преподаватель Магнитогорского политехнического колледжа Владимир Безверхий. Третье место у электрика цеха электросетей и подстанций по ОММК Александра Корноухова. В категории молодые профессионалы овладателем диплома за первое место стал студент Магнитогорского политехнического колледжа Максим Аксенов. Всем призерам положены солидные денежные призы от 12 до 79 тысяч рублей. Андрей Рыжков, Аркадий Стариков, Влад Набиев, телекомпания ТВИН.